Всем привет! С вами Дмитрий, вы находитесь на канале Dimedro 98. И сегодня мы продолжаем прохождение Galactic Civilizations Altarian Prophecy. Загружаем игру, опять же SG-1. И погнали! Что нас ждёт? Что у нас есть вообще? Регенерирующая броня. На 36 месяцев, ещё не готова. Но скоро, я думаю, будет готова. У нас на Хейсте очень хорошая промышленная сеть. И в принципе, нам нечего здесь делать. По социальным проектам. Есть, я уже давно всё сделала. Что и нужно. Каноническая биржа на Зестере готова. Стадион уже можно делать. В принципе, стадион можно делать везде. 42 голоса за нас в Сенате. Это хорошо. Стадион. Массовая постройка стадионов была. Что нам даёт возможность, скорее всего, снова повысить налоги. Экономическая биржа на 40. Здесь у нас что? Нейросеть на 50. Нейросеть на 50. Здесь у нас ещё можно центры виртуальной реальности построить. Но достаточно, по-моему, даже вот этого. Потому что 100% у нас лояльность. Мы можем построить НИЦ. Значит, здесь... Здесь тоже построим НИЦ. Уазитус первый. Лояльность опять же 100. Можно построить биржу. НСР-1. Здесь практически всё. Здесь можно социальные проекты больше не делать. Стадион на Несторе. Насчёт исследований здесь всё. Насчёт социальных расходов только не всё. Можно ли улучшить производительность этой системы дальше? Я, конечно, сомневаюсь в этом. Центр культурного обмена даёт экономику плюс 5. Но это очень мало. Оборонно-звёздные системы. Улучшенные АТК. Звёздная кузница. И вот у нас Звёздная кузница была. Это и построим, наверное. Дальше ходы будем делать. Нейросеть на Вестерфельде готова. И стадион здесь тоже будет построен. 94% общего галактического влияния. Так. Где наши корветы, кстати? Я не могу понять. Так. Ммм. Ну ладно, может на следующем ходе появится. Я не вижу нигде корветов. Я нигде не вижу корветов. Я вижу только здесь. Крейсер. Это крейсер. Стадион на Дестре 1 готов. И в принципе здесь тоже всё уже. На Дестре 1. Галактический Ниц готов на Визерде. Так. В принципе у нас 90% рейтинга доврения. Мы можем сделать беспрецедентное повышение доходов. 61% нам достаточно. Итак. Союзы. У нас очень много по коммуникациям осталось технологий. Мы можем сделать союзы и так далее. Значительный рост интереса к иностранному. Самое главное, чтобы кризиса не было. Союзы. Культурная торговля. Ну в принципе нам надо всё, что может поднять нашу лояльность. Практически Ниц. У нас хорошие показатели в экономике. Ультроспетции. На начале пространстве. Радиоразведка. Мы можем в принципе шпионаж сделать. Шпионаж, шпионаж. На 65. Или хотя... Мы можем немножечко... Сделать... 103. Мы можем сделать вот такое. Немножечко увеличить производство. Стадион на Визарде. Готов. Ну в принципе дальше можно звёздную кузницу сделать. Ультроспеции готовы. Межзвёздная торговля. Так. Единолично. Мгм. Вернуться к имперской. В течение двух лет эта форма правления будет обязательно для всех рас. Нет, конечно. Не надо возвращаться. Ресторан Вечности. Интересно, что он даёт. Аватар 49 месяцев. Регенерация 28. Аватар и Саверен. Это, конечно, мощные корабли, но до них долго, наверное. Фондовый рынок. Фондовый рынок нам может помочь в решении наших экономических проблем. Ресторан Вечность. Это влияние. Понятно. А ультроспеции. Это 15% к лояльности. А, под представителей любой расы. Понятно. Экологическая выставка. Это влияние. Нам не нужно влияние. Пока что. Товарно-транспортный центр. Мне он не нужен. Центр культурного обмена. Опять же, ничего из этого мне не нужно в Нассандере. Фондовый рынок у нас есть. Культурная форексировка. Ксенопропаганда. Ксеномалипулирование. Ксенопропаганду все же у нас. Звездная демократия. Возможно, с приходом демократии... Так. Злобные таряне совершили чудовищное преступление. Ксенофилея закончилась. Понятно. Демократия, демократия. Интересно, к чему приведет эта демократия. Это, конечно, очень интересно. Но пока что может быть слишком опасно. Ксенопропаганда. На Квилосе готова кузница. И мы можем что-то сделать. Мы можем фондовый рынок построить. Потому что он добавляет к экономике 25 и к лояльности 10. А это как раз то, что мне нужно. Центр пропаганды. Культурная фокусировка. Ксеноманипулирование. У нас много чего. На самом деле остается лучший путь. Торговый центр. Очень много галактических научно-исследовательских центров сделано. Центр пропаганды. Лояльность плюс 5. Лояльность плюс 5 всего. Центр управления. Так. Пропагандистская машина. Это влияние на другие цивилизации. Политическая столица только увеличивается культурное влияние. Галактический НИЦ можно сделать. У нас лояльность почему-то низкая. 54% всего. Ну это наверное баланс между населением и уровнем лояльности. Такой установился. Нейросеть 38. И здесь тоже можно. Нейросеть 38. Здесь вроде как нейросеть готова. Здесь мы можем поставить фондовый рынок. На Несторе тоже фондовый рынок. Фондовый рынок нам абсолютно необходим. Потому что у нас экономика все же немножечко отстает от наших потребностей. Звездная федерация. Конечно я могу это исследовать. Но нужно ли вообще? Так. Иличие. На начале пространства. Культурная фокусировка. Сделаем культурную фокусировку. Здесь у нас нейросеть готова. Дальше фондовый рынок. И сразу внутренней политикой что делаем мы? Мы делаем нейросеть. Нет. Сначала фондовый рынок. Его надо сейчас продвигать на самый верх. Стадионы у нас практически все построены. А чтобы у нас автоматическое строительство было. Мы все будем делать. Мы просто продвинем. Фондовый рынок уже автоматически строится. У нас казна пустеет. 54. Хорошо. Все на манипулировании. Так. Повышение культурного влияния. Торговая организация. Межвидовая философия. Очень много. Может быть лучше все таки исследовать аватарник. И тереться вокруг да около возле него. Фонетарная оборона. Галактическая выставка. Что они делают-то? Центр пропаганды. Держание уже огромное на центр пропаганды. 4 целых кредита. А толку никакого. Потому что всего лояльность плюс 5%. Галактическая выставка. И что нам даст она? В общем ничего мы здесь строить больше не будем. На хейстии. На хейстии вот. Ультраспеции можно построить. За 9 месяцев. Звездная кузница на визарде готова. Фондовый рынок пошел. Два фондовых рынка встало. Дальше что пошло? Торговый центр. Да, кстати. Улучшенная ОТК здесь. Нет. Мы будем торговые центры строить. Так, где у нас еще пустое? Где у нас еще пустое-то вообще было? Вестерфельд и Квилос. Так, тут фондовый рынок. А тут что? Торговый центр. Пожалуйста, строй. Все. Дальше пошло дело. Ультраспеции готовы на хейстии. Торговый центр тоже сейчас сделаем. Несколько фондовых рынок встало. Несколько фондовых рынков встало. Все отлично. В этом плане. Торговый центр. Да, я забыл уже. Здесь тоже самое. И здесь тоже самое. И здесь тоже самое. В общем, везде мы ставим торговые центры. После фондовых рынков. Потому что это увеличивает абсолютно все на 15%. Так, минус 5 снижение. Мы можем себе позволить. Здесь у нас что? Здесь мы можем звездную кузницу все еще построить на Эстерфельге. Нам все-таки кораблей потом нужно. Очень много, кстати. Галактический Ниц и фондовый рынок готовый. Здесь у нас фондовый рынок. Можем, кстати, построить еще что? Стадион мы здесь уже построили. Звездную кузницу. Но сначала фондовый рынок. Здесь визард 1. Что еще можем построить? Торговый центр. На Хейстии торговый центр построен. Дальше что? Центр пропаганды за 2 месяца. И увеличит содержание до небес. И практически ничего не даст. Потому что реальность у нас и так максимальная. Содержание, культурный обмен, фондовый транспортный центр, ресторан, вечность. Все это нам не нужно абсолютно. Манетарная оборона, оборона взрывной системы, галактическая выставка, афродизиак. Нет, все. Хейстии мы закончили. Объединенные планеты. Так. Не взнимать. Дальше что пошло? У нас тут прибыль снизилась. 64. Так, вот. Все, прибыль пошла. 54 процента. Все хорошо. Две нейросети готовы. Дальше фондовые рынки. Отлично. Готовы помогать попавшим в беду? Да, конечно. Только у нас тысяча будет в казне, ну да ладно. Мы это как-то переживем. Фондовый рынок. Готов, кстати, торговый центр после этого. 644 миллиарда человек живет у нас. Точнее, уже даже 645. И у нас растет практически все. Только это пока что не выливается ни во что военное. Потому что, ну, не можем пока. Не можем. Не можем мы ничего противопоставить экстра-любому. Вынуждены выкраскиваться только хорошей экономикой. В принципе, этим мы пока и берем только. Квилос 1. Галактическая выставка. Нет. Все, Квилос 1 готов. Тут все. Фондовые рынки 2 готовы. На эстерпельде. Что еще? Торговый центр. И здесь торговый центр. И здесь торговый. А, нет. Здесь еще эконом-биржа можно построить. Нет, я не могу постоянно стратить деньги. У нас и так тысяча. Аватар исследован. ЛВМ военных проектов. 48 месяцев. Регенерация 26. Слезная федерация 20. Искусственные спутники уже 13. Искусственные спутники сделаем. Три торговых центра готовы. Система обороны Омега. Это плюс 100%. Станция снабжения. Ну, у нас только есть система обороны. Прежде всего, на Аватар посмотрим. Аватар это у нас атака 14, оборона 10. Это, конечно же, довольно мало. Против Экскалибура это никак не пойдет. Паладин. Атака 14, оборона 12. Тоже не пойдет. Саверен. Атака 16, оборона 14. Тоже не пойдет. Феникс. Атака 12, оборона 1. Не пойдет. В общем, ничего нам не пойдет пока что вообще. Мы не можем ничего противопоставить Экскалибуру. Скорее всего, довольно долго не сможем. С этим придется смириться пока что. Звездную кузницу мы здесь построим на Дестере. Что еще можно построить? Здесь уже ничего не построить. Здесь все есть. Мессер 1. И тут тоже, кстати. 75, хорошо. Торговый центр на Сколба. Так, кстати, мне нужно налоги повысить. 63. Да, 63% мне хватит. Здесь все готово. Здесь все готово. Что у нас не производится? На Сколбу ничего не производится. На Сколбу... Нет, центр виртуальной реальности пока делать не будем. Будем сделать здесь звездную кузницу. Так, 87-то у нас будет. Торговый центр на Визард 1 готов. Дальше что? В общем-то ничего. На Экзерт 1. Просто будет простаивать все. Звездная вверх, Омега, исторический заповедник. Искусственные планеты. Центр АТК Омега и звезда ужаса. Мы сможем звезду ужаса сделать. В принципе... Звездой ужаса хотя бы. Разбомбить этот... Разбомбить этот корабль, что ли. Так, технология Оверлорд. Это корабль Оверлорд. Так, новые модули и строители Оверлордов. Все такое. Ир Гиперион. Короче, ВМ военных проектов. Нужно для военной мощи. Обязательно. Репликация. Репликация. Морфинг. Звезды способности солдат. Искусственная жизнь. Это лояльность. Так, все-таки репликация нам нужна. Величие. Однозначное понимаете. Однозначное понимание, то есть... Повышение культурного влияния. Тут культурные центры всякие. Зарец культуры. Нам-то что нужно, кстати? Искусственная... Так, Звезда Ужаса. Это получается только... В Звезде. На Звезду, наверное, можно применять. ВМ военных проектов. Наверное, на этом следует сконцентрироваться сейчас. Торговля. Слово сердца. Нам не нужен. 750 у нас есть. Здесь что? Звездная верфь Омега. Это галактическое достижение. И нам нужно, по идее, на Хейстии это делать. Исторический заповедник. Это влияние. Так, в Махейстии что у нас делается? А ничего. Вот на 10 месяцев мы... Сколько уникальных технологий каждый раз должна передать других? Ни сколько. Ни сколько. Я против передачи технологий. Потому что передавать будем мы. Варбл-1. Нейросеть. Здесь у нас что будет? Звездная кузница. 47. Неплохо. Улучшенный АТК. После улучшенного АТК мы ничего не строим. Потому что у нас ничего нет. К строительству. Звездная кузница. Звездная кузница построена. Дальше ничего. Культурное влияние нашей расы возросло. Но зачем нам еще? На Хейстии 1 готова Омега. В принципе, у нас ничего дальше в планах нет. Здесь у нас Аватар. Я не знаю, сколько он будет строиться. Если мы его поставим. Это у нас АТК 14, АБРОНа 10. Два торговых центра готовы. Больше здесь ничего не построить. Здесь можно еще построить звездную кузницу. Царство анексенофилии кончается. Так. И у нас небольшие расходы появились. Все. Теперь прибыль. Мы уже больше получаем очков Чукториане. В итоговом плане. Год выборов. Ну, в принципе, наша партия контролирует Сенат. Что мне очень даже нравится. Два уровня лояльности можем позволить себе. Звездная кузница на Кассиусе готова. ЛОМ военных проектов готова. Оверлорд. 52 месяца. Кстати, регенерацию надо изучить. Для лояльности. Минус 9. Хорошо. Ужасное космическое существо. Понятно. Гварделл 1. Звездную кузницу тоже сделаем. Звездная кузница на Ведере готова. Здесь пора делать центр виртуальной реальности. Ториане обнаружили Рейнджер. Понятно. Пятилетние запрещения производства звезд ужаса. Против. Экономический рейтинг 285. Ну в три раза лучше, чем они. В итоге. По экономике. Регенерация есть. Технология оверлорд. Нет, репликация для начала. 51% рейтинга одобрения. Нет, мне все-таки надо сделать 61. Звездная кузница на Варделе. И усилители воли. Это что? Увеличение влияния на 20%? Нет. Мы так не делаем. Центр виртуальной реальности тут есть. И генераторы до 50% там просто населения. Но это вообще нужно? Сомневаюсь. Улучшить качество рационов. Мы не можем много тратить денег. Кстати, у нас как вообще по... Как у нас вообще по нашей хорошести? Потеряна... Самая счастливая планета. А мы не можем, кстати, посмотреть, хорошие мы или плохие. А, лояльность, святой 100. Угу. Все-таки... Все-таки мы дошли до этого уровня. Репликация готова. Морфинг в следующем месяце. 53. Искусственная жизнь. 14 месяцев. Кстати, какой у нас... Какая у нас лояльность? 55. 55. Это хорошо. Довольно хорошо. Искусственная жизнь готова. Преобразование коры. Управление эволюцией. Это у нас терраформер. Киперсолдаты. Это плюс 10 способностей солдат. Галактическое взаимопонимание. Это лояльность. Хорошо. Так, погоди. А, тут... После эволюции. Хорошо. Так, имеющий кого-нибудь... Понятно. Против. Преобразование коры. Уничтожение планет. Наверное, нет. Если мы управляем эволюцией, то нам нужно 113 месяцев. На это. На технологию оверор 53 месяца. Сначала тогда пооткрываем дешевые технологии. Взросам, что будет хорошее. Преобразование коры нам нужно. Обязательно. Поэтому... Поэтому... Преобразование коры в первую очередь. Дружелюбие на начале пространстве. Технологисты. Снова они. Искусственные планеты. Ну, наш выдержал, получается. Наш корабль выдержал. Отлично. Хм. Отлично. Звезда ужаса. Новая технология позволит строить корабли, способные уничтожать звезды. Ну, лучше сначала дальняя радиоразведка. Опа. Это откуда взялся? Крейсер уже на 9 ходов, может. Торговые организации. О! Еще один крейсер. Мне уровень набьет. Хотя бы. Преобразование коры на хейстии готово. Уже 22 класс. Все прекрасно. Я только рад этому. О-хо-хо-хо-хо. Ничего себе кораблей-то стало. Феникс. Корвет. Так, для начала. Феникс. У него защита 1. А тут еще что у нас? Корвет. А тут еще что у нас? Корвет. Хейсти, хейсти, хейсти. Больше ничего не можем мы сделать на хейсти. Торговые организации готовы. Гибер торговля. Гибер торговля. Торговые. Что мы еще можем? Ничего не можем. торговый суперкомплекс дальше конгломераты повышение культурного влияния может и звезду ужас и сделать было не было принципе и заграничений звезда ужаса готова величие к чему все приведет величие только дипломатии ланой технологии overworld нам нужна технология overworld кризис кризис это плохо так тут у нас прибыль значит мы что-то все-таки можем вот но мы немножко затянем пояса и всего минус 3 снижение роста населения в принципе нормально так будет под утянем немножко пояса и переживем этот кризис спокойно у нас даже казна растет так что отлично 42 опять мы контролируем сенат и все хорошо снова так здесь минус 18 здесь 12 отлично очень много ходов придется сделать торговая федерация нет нам не нужна торговая федерация 750 скоро миллиардов человек будет очень много преобразований коры сделано что повысит нашу реальность так торговый супер комплекс торговый центр торговый центр который нам не нужен на квилосе на квилосе тоже ничего не сделать на сандере аналогично на варделе тоже и на сколба и на гладстоуне и на визарде и на вебере и на лазитусе и на дестере в общем ни на одной планете мы ничего не можем сделать 83 голоса хорошо и на кассиусе тоже мы теперь не можем ничего сделать хотя нет торговый центр вот он 100% рейтинг одобрения хорошо хорошо то как так а если мы в 100 нет 100% мы не можем так 90 85 153 158 168 85 так вот 42 процента но у нас прибыль большая будет нет лучше мы 76 оставим 27 процентов нет минус 5 сделаем у нас очень хорошая экономика сейчас будет ммм неутория 1 господствующий атака 49 защита 14 ммм производство чего-то там намного превышает наше и их производство вместе взятые 49 14 так ну что ж пришло время готовиться к бою науку сохраняем на этом же уровне военные ставим 60 процентов самый ближайший пункт это у нас гладстон 26 6 аватар за 38 месяцев построиться боевой молот за 10 14 10 аватар паладин 14 12 рыцарь смерти 10 5 значит нам нужен паладин мы его купим за 15 тысяч нет паладин лучше сделать скорее всего на хестии а почему лояльность 1 так мы можем вот так вот сделать чтобы 90 процентов было узовой корабль следующий месяц аватар 19 хорошо хотя бы 19 12 почему лояльность 0 то кстати 4 8 12 16 18 управление эволюции 95 месяцев звездная федерация уничтожение планет мы можем построить кстати оверлорд 20 12 ох как оказалось тариане были уничтожены и нам в принципе даже ничего не нужно было делать нам нужно было просто дождаться этих культистов лордов ужаса и получается наши цели были выполнены мы победили и на этом все с вами был Дмитрий спасибо за просмотр если вы смотрели это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и ждите новых видео всем пока